Друзья, всем привет! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у меня очень простой, быстрый и легкий рецепт. Это очень вкусные лепешки, которые можно приготовить на завтрак, взять с собой на работу на перекус или ребенку в школу. Такие лепешки готовятся из простых доступных продуктов, которые у вас всегда есть в холодильнике. Очень вкусные со сметаной, с йогуртом. Итак, давайте готовить! А кто впервые зашел на мой канал, рекомендую подписаться с колокольчиком, чтобы не пропустить новые видео. В миску перекладываю натуральный йогурт. Можно использовать и кефир, но тогда количество муки будет другое. Добавляю сюда чуть больше половины чайной ложки соды. Пол чайной ложки сахара. Вот столечка соли. Все перемешиваю. Вот сода уже заработала. Добавляю сюда 2 яйца. Перемешиваю. Добавляю вот треть чайной ложки сладкой паприки. Можно добавить горький перец. Здесь у меня петрушка, укроп и зеленый лук. Немножко порезанного сладкого перца. И вяленые помидоры добавляю сюда. Вот у меня такие сосиски маленькие. Я их порезала кубиком и добавляю сюда тоже. Тертый сыр. Все перемешиваю. Чтобы масса была однородной. Можно сосиски заменить на любую колбасу, ветчину, которую вы любите. Теперь частями добавляю муку и просеиваю в жидкую смесь. И аккуратненько перемешиваю. До соединения всех ингредиентов. Вот такая масса получается. В разогретую сковороду добавляю немножечко растительного масла. Выкладываю 2 большие ложки теста. И равномерно распределяю. Закрываю крышкой и жарю на умеренном огне до румяной корочки. А затем переворачиваю на другую сторону. Смотрим. Поджарилась, поджарилась лепешка. Теперь переворачиваем на другую сторону. Я все-таки добавлю еще немножко масочка. Чтобы лепешки не было так грустно. Закрываю и жарю с другой стороны до готовности. Готовую лепешку перекладываю на тарелку. Вот она с этой стороны такая красавица. И смазываю ее сливочным маслом. Если не хотите, можно не смазывать. Но с маслом вкуснее. И продолжаем жарить другие лепешки. Добавляю оливковое масло. Выкладываю где-то 2 ложки. Больших теста. Сразу равномерно распределяю. Аккуратненько, не спеша. Чтобы лепешка была красивой. Накрываю крышкой и жарю с обеих сторон до готовности. И вот такая вкуснота и красота получилась. Очень быстро, очень просто и легко. Рекомендую приготовьте. Такой рецепт выручит вас в любую минуту. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравилось блюдо, поделитесь видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok